Доброго времени суток. Довольно многих интересует легенда Брюса Ли. Кто-то считает, что все это вымышленный накрученный бренд, а сам Брюс Ли простой актер. Кто-то думает, что Брюс Ли был по-настоящему легендарным бойцом, который даже сегодня мог бы дать фору чемпионам ММА и ушатал бы различных Конноров Макгрегоров без особых усилий. Обычно между двумя группами этих людей идет ожесточенная война в комментариях. И как бы то ни было, эффективность Джит Кундо, стиля созданного Брюсом Ли, на ринге не доказана никем. И даже если поискать видео поединков последователей Брюса Ли, то складывается довольно сомнительное впечатление. К сожалению, среди последователей довольно мало тех, кто может показать достойный уровень. А если их представляют как носителей кунг-фу Джит Кундо, то эти бойцы становятся объектами насмешек среди большинства зрителей и бойцов. Якобы эпоха веры в Брюса Ли прошла, а вы все мусолите эту легенду. Для кого-то прошла, но, например, для меня нет. Возможно, что эпоха повальной веры в секретные смертельные китайские боевые искусства действительно прошла. Изучал стиль журавля? Да. Не позорь шалинской кунг-фу. Не буду. Ведь с появлением ММА стало понятно, какие стили являются действительно прикладными. Это бокс, кикбоксинг, муай-тай, джиу-джитсу и им подобные. Тест на профпригодность особенно интересно наблюдать в первых выпусках UFC, когда на октагон выходили чистые представители различных стилей. От сумо и бокса до кунг-фу и кэмпа карате. Настоящий калейдоскоп стилей. И по какой-то причине участвующие представители китайских боевых искусств никаким образом не смогли проявить себя. И по сей день попадаются единичные случаи, когда мастера Винчун или Тай-Чи, поверив в себя, выходят на ринг. И они вновь и вновь проигрывают. Но вернемся к теме войны фанатов и антифанатов Брюса. Самый распространенный аргумент тех, кто не считает Брюса Ли реальным бойцом, заключается в том, что отсутствует видео с настоящими поединками Брюса. Дескать, мы видим только постановочные бои в фильмах, а потому нельзя делать однозначных выводов о реальных возможностях Брюса как бойца. Однако они не до конца правы. На самом деле, существует видео спарринга в легком контакте между Брюсом и двумя мастерами боевых искусств. И прямо сейчас мы посмотрим и изучим то, что там происходило. В 1967 году на международном чемпионате по карате Брюс Ли проводил показательные выступления, в конце которых провел два небольших спарринга. Конечно, это нереальный поединок, но я думаю, что по этому видео будет понятно, что из себя на самом деле представлял Брюс Ли. Давайте посмотрим и обсудим наиболее интересные моменты. Они, как вы уже поняли, присутствуют в изобилии. Брюс находится слева, не теряйте его. Его стойка напоминает боковую стойку Винчун. Это указывает на то, какой движок использует Брюс. Здесь он проводит легкий останавливающий удар ногой. Брюс держит дистанцию. Оппонент проводит удар рукой. Брюс делает подшаг назад, а затем резкий выпад с ответной серией ударов кулаками. На этом моменте Брюс пропускает Маваши в живот, но успевает задеть противника по лицу. Все-таки Брюса Ли можно было ударить, как видим. Проведена блокировка. Какая именно, сказать сложно. Боковой удар рукой и подсечка. Снова опережающий удар по бьющей ноге противника. В результате чего противник теряет равновесие. Опережающий удар кулаком, блокировка удара ногой и ответный удар ногой. Обратите внимание, что все это легкий спарринг, и уже тут заметна высокая скорость движений Брюса. Вновь опережающий удар. Упреждающий удар кулаком на опережение. Противник не успевает ударить ногой. Теперь выходит второй оппонент. Выдает сумбурный выпад. Получает кулаком. Обратите внимание на смещение Брюса с центральной линии. Брюс начинает использовать высокие удары ногой. Не дает противнику сблизиться. Резкий тычок на сближении оппонента. Выкидывает резкий уракен. Противник пытается ударить кулаком. Брюс выкидывает удар ногой и крюк рукой, который попадает в голову оппонента. Противники пытаются достать друг друга и ищут дырки в обороне. Противник не убери рукой. Брюс уворачивается от крюка и выполняет победный маваши прямо в голову противника. Итак, какой же вывод напрашивается? По-простому говоря, Брюс Ли действительно был бойцом. Основа его работы в данных спаррингах – движение на опережение во время атак противника. Само собой, стоит отметить скорость и превосходный тайминг Брюса. Противник действительно не может достать его. Заметно использование принципов стиля Вин Чун. Этот стиль стал базой для Брюса и его дальнейшего роста в мире единоборств. Также понятно, что это все-таки показательный спарринг, и Брюс Ли не выкладывается на все 100%. Я думаю, что если бы задачей становилось быстрее закончить поединок, мы бы увидели иной бой, в котором Брюс весьма быстро отправляет в нокаут оппонентов. С одной стороны, данное видео ничего не доказывает. С другой стороны, мы видим, что Брюс Ли вполне успешно ведет себя в спарринге с профессионалами тех лет. А потому утверждать, что он абсолютный ноль в реальном бою, будет как минимум глупо. А что думаете вы по этому поводу? Особенно меня интересует мнение людей, которые занимаются различными боевыми искусствами. Обязательно уточняйте, какой стиль вы представляете, и пишите свое мнение, отталкиваясь от своего опыта. А на сегодня пора заканчивать. Спасибо за просмотр, и до новых встреч на канале. Не забудьте подписаться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok